идешь ты так попиваешь водичку и размышляю когда я был немножко помоложе лет на 20 я первый раз услышал о карловых варах и для меня это было что-то такое как типа в сказке вот ты читаешь книжку когда и там говорится что где-то в каких-то там землях находятся там какие-то источники из раздела омолаживающие помогающие исцеляющие ты такой думаешь интересно а у тебя в кино показывают как дамы в пышных платьях с зонтиками ходят по парку и они наслаждаются этим летним деньком с сопровождаемыми джентльменами с тросточками и в раках смокингах и в цилиндрах и ты думаешь это вот так оно должно быть и вот в мариинских лажнях оно так и выглядело только я про мариинские лажни узнал только в этом году а про карла и вар я наслышал уже давно да почему-то про мариинские лажни никто не говорит я думал что так как раз таки было что там парк большой ты хочешь а может когда-то но и было просто потом застроили но это там мы не можем сказать такое рассуждение хотел это оформить в виде заметки заметки по пути своими мыслями так что так собака тоже хочет попить все как вкусно вкусно как из лужи пивака не лучше под идем дорогой трудной идем дорогой трудной не будешь подпевать заветных три желания исполнит мудрый годы вот мы так и идем дорогой трудной до последнего источника это последний указатель вы видите антонишка в промо туда мы идем вот потому что вообще воздух вас пахнет бесподобно а то бы мы еще с вас брали бы деньги 60 центов кур такс до до обязательные взносы за каждую прожитую ночь за то что вы дышите воздухом курортным 60 центов человека платятся дополнительно помимо помимо того что плачешь за отель или за апартаменты где вы там живете еще нужно платить обязательно эту взнос до везде почему-то ввели за воздух плату вообще безобразие безобразие общий воздух а ты за него платишь а еще говорят за воздух это как в чиполлине да в чиполлине вы будете платить за воздух вы дышите слишком мало Казма не набирает денег за дождь один длон за грозой два длона а с градом и молнии так что пользуйтесь мы все делаем для вас мушкара такая прям активная а ее не видно не камера не берет не видно куча мушкары куча мушкары и очередной мостик водопазики правда водопазики как ты говоришь вот ты прям фантазерка мы открываем заново растения это теперь гофрированная ива да и не поспоришь твоя теща так сказала пиво блин дорожка как-то постепенно становится все уже и уже о сука собачек ой ой страшно страшно какие милые дорожка становится уже лес такой становится более лесной парк парк перерос в лес да идем мы по лесной дорожке дальше ну там парк перерос запах лесовый запах лесовый аромат леса тоже у меня умная это моя любимая запах лесовый прикольнее звучит а мы тем не менее продолжаем двигаться продолжаем двигаться через лесовый дезондоран в сторону источника полноводная река прям не агарский водопад да а сделано вообще вот ты смотри как видно что большое количество минералов уд考古 ну как а теплое Нет, теплая или холодная? Холодная и холодная. Она такая, лечная, я бы сказал. Это бабы, потому что она бюджетная. Видишь, она тихо. Но красиво. Да, так прикольно сделано. У нас попался по дороге вот такое здание. Что там находится? Детский дом. Бедные детки чехи проживают. В каких апартаментах? Да, старинный дом. Интересно, как он угодно. Мы очень красиво смотрим. А наверху? По современным параметрам. Вот, мы дошли до конца нашей дорожки. Дорожки, здесь заканчивается лесно-садовая тропинка. Вот, как ориентир вот этот вот детдом. Детский дом. А мы дальше двигаемся в частный сектор до перекрестка. И потом налево. В ту сторону. Да. А там дальше покажем. Дальше до перекрестка, про которого мы только что показывали. Двигаемся дальше. Метров где-то 300 прямо нужно пройти. И там будет видно. В велику подойдешь. В велике будет тенистая. Здесь также есть пенсионы недалеко. Пенсион Ольга. Мы, по-моему, его смотрели. На бутылком он был. Но мы двигаемся дальше. Ой, какой красивый домик. Солько цветочков. Молодцы, так украсили. Очень яркие. Офигетительные цветочки. Офигетительные цветочки. Офигетительные цветочки. Вообще красивые здания. Смотри, какие. Интересные. Находится в чертонах веечке. Да. А вот мы подходим как раз к этому скверику, про который мы все говорим. Сейчас консерация всего нашего похода. Да. Самый дальний Брамин. Ну, посмотри, какой балкончик. Мамину очень хочется балкончик посмотреть. Ну, вот он. Посмотрели. А вот этот самый скверик. А вот скверик. А вот скверик. Скверик. Продолжение следует. Спасибо. 今年.